Совет директоров руководителей средних профессиональных учебных заведений области обсудили активные и интерактивные формы обучения студентов. В новшествах образовательного процесса разбиралась и Ирина Губарева. Аттестация не только стимул для непрерывного повышения квалификации профессионального роста, но и индикатор потенциальных возможностей педагога. С 1 сентября среднепрофессиональные учебные заведения перешли на новые стандарты. Как следствие, совершенно иной подход к образованию. Как подготовить нестандартного специалиста, которым мы раньше говорили, знания, умения, навыки. Сейчас мы должны подготовить специалиста, который должен владеть всеми компетенциями и быть более подготовленным к исполнению того, что ему необходимо. Предъявляются сейчас по новым стандартам повышенные требования, и это совершенно правильно. Растет зарплата педагогов, и требования преподавателям, они возрастают. Новые методы работы — это не просто взаимодействие педагога и ученика. Это доминирование студента в учебном процессе. А посчитайте, сколько всего гранит? 5. Много. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Называется этот правильный многоград? Актайдер. Актайдер. Может, кто-нибудь знает? Постоянный режим диалога. Вот новый принцип взаимодействия учитель-ученик. При аттестации учитываются формы и методы работы педагога. Все чаще активный метод обучения сменяется интерактивным. На мой взгляд, интерактивное общение намного лучше, чем активное. Потому что знания, которые нам дают преподаватели, очень глубокие знания, мы можем передавать другим подругам, например, своим друзьям каким-то. То есть мы можем отмениваться таким образом информацией, полученной от нашего преподавателя. В Курской области комиссия работает почти год. За это время аттестацию прошли уже более 100 педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений области.